Открывается Здравствуйте, дорогие друзья! Простите, я тут с пуговицей никак не справлюсь. Нехитрое, казалось бы, дело, а повозиться пришлось. Даже самое простое, самое лёгкое, на первый взгляд, дело требует умения. А уж одежду шить или, скажем, магнитофон отремонтировать, так тут вообще без подготовки лучше и не браться. Для убедительности я сейчас вам расскажу одну историю. Она называется «Проще простого». Послушайте. Жили-были брат и сестра. Да такие замечательные, такие трудолюбивые. Всем соседям на радость, всем старикам на утешение. Никому не отказывали, всем помогали. А уж какие рукодельники были. На пару они, казалось, могли всё на свете. Что не умела делать сестра, умела делать брат. А что не получалось у брата, то у сестры выходило наилучшим образом. И вот однажды. Кто, Юлька, опять для кого-то стараешься? Старайся, старайся. Для одного дорогого мне человека рубашку новую шью. И как у тебя времени на всё хватает, а? А всех заботишься, всем помогаешь. Ну, Лёш, я ж твоя сестра, ты мой старший брат. Вот я и беру с тебя пример. Так вот послушайся старшего брата, отдохни немножко. Пойди погуляй. Ну, сам пойди. Ты же не идёшь? Да вот мне тут доделать нужно. Ну и мне тоже надо. Лёш, а вот ты вот этот вот радио, вот это, случайно не для тёти Поли делаешь, что она приходила? Юлечка, это не радио. Не радио? Это проигрыватель. А тёте Полин приёмник я ей вечером отнёс. Знаешь, как она обрадовалась? Слушай, а этот ты для кого делаешь? Ну так. Ну, не хочешь, не говори. Ну ладно, не обижайся. Да я не обижаюсь, Лёш. Ну просто мне жалко, что ты целый день сидишь, всё возишь, всё возишь, всё, даже не обедал. Да тут дело-то три проводочка соединить. А потом можно и обедать. Ну, не держится. А может ты про канифоль забыл? Юленька, ну я тут без тебя разберусь. Это ж не нитка с иголкой, это техника. О, техника. Подумаешь, три проводочка соединить? А вот с ниткой с иголкой попробуй правься. А, Юлька, ну не смеши. Нитка с иголкой, это же, ну это проще простого. Проще простого? Ну да. Лёш, ну знаешь, прям даже обидно. Ну я же не виноват, что так и есть. Что я с ниткой и иголкой не управлюсь? А ты представь себя с паяльником. А что, я очень даже представляю. Я, между прочим, тоже в школе училась. И уж три проводочка как-нибудь соединю. Хочешь проверим? Ну и что тут проверять, Юль? Ну что ты в самом деле? А, испугался. Я не испугался. Да, а ты-то, наверное, одного стежка прошить не сможешь. И то, что целая рубашка. Слушай, я сейчас правда с тобой поменяюсь. Давай. Очень хорошо. Иди шить. Смотри схему. Пожалуйста. Сейчас я тебе покажу, как с этой техникой нужно управляться. И что проще. А я тебе сейчас покажу, как быстро можно здесь всё зашить. Где рукав-то? Так, где тут у нас проводочки? Укололся? Да ладно, пустяки. Ерунда. Так, вот и готово. Э, что, так быстро? Да. Сейчас у меня тоже будет готово. Сейчас ещё немножко. Да. Так. Это что? Подожди. Рукава разные. О-о-о. А говорил проще простого. Ну всё, пропала рубашка. Ой, да я... Слушай, давай-ка я лучше проигрыватель починю, а ты... Так он уж готов, Лёш. Готов. А чего не играет? Сейчас заиграет. Ой. Ой, мамочки горит, Лёша! Юля! Ну что, жива? Жива. Лёш, ну что же я сделала? А ты для кого это учинил? Для тебя. Ты же любишь музыку слушать. Я даже пластинку новую купил. Для меня? Почему ты смеёшься? Лёш, да я смеюсь над собой, над тобой. Ведь я же рубашку тоже для тебя шила. Это для меня? Ну, конечно! Ой, какие же мы! С тех пор брат и сестра больше никогда за чужое дело не брались. Да и к чему? Если и своих дел у них всегда хватало. Вот такая история. А вывод из неё совсем несложный. Не бывает простых дел, если их делать по-настоящему, как следует. В любом деле существуют свои сложности, свои хитрости. Поэтому прежде чем за что-нибудь взяться, надо как следует поучиться. До свидания. До новых встреч. Храни вас всех Господь.